Вот знаете, почему люди ругаются друг с другом? Есть только одна причина. Я хочу объяснить, как мне надо служить. Вот что нужно для меня сделать, чтобы все было хорошо, чтобы я тебя не загрыз. Ну вот зачем ругаться еще? Вот смысл? Вот что ругаться? Если, допустим, я служу какому-то человеку, да? Бескорыстно. Мое служение будет отвергнуто или нет? Нет. В этом плане ругаться незачем. Если ты что-то отдаешь бескорыстно, то все принимают с удовольствием. Ругаться незачем. Ругань-то возникает, когда мне служить не хотят. В ответ, допустим, да? Я вот послужил тебе, а ты почему мне не служишь? Вот сразу ругань. А это означает эгоизм. Все. Видите? Эгоизм означает нет любви. Вот смотрите. Или я пользуюсь энергией любви. И тогда в этом случае... Вот смотри, теперь математика пошла. Или я пользуюсь энергией любви, означает... У меня есть претензии по отношению к близкому человеку. Претензии означают пользуюсь энергией любви. Значит, любви нет. Есть эксплуатация любви просто. Самой любви у меня в сердце нет. Я ее эксплуатирую. Я хочу использовать ее, не отдавать, а брать. Видите? У меня от меня любви не исходит. Я недоволен. Почему так ко мне относятся близкие человека? Я недоволен. Видите? Сразу чует получается Олег Геннадьевич. У меня все неправильно. Не волнуйтесь, у нас у всех все неправильно. Все нормально. Мы поэтому здесь собрались, что все неправильно. Итак, любовь означает, что человек вот в этой точке такой, точке перелома судьбы, он решает. А зачем мне на что-то рассчитывать в этой жизни? Я хочу жить честно. Не хочу жить счастливо. Разница есть. Потому что счастье понимается неправильно. А я хочу жить честно. И с этого момента человек что начинает делать? Начинает просто служить близкому человеку, ничего не желая взамен. Причем интересно отметить, что первое, что происходит, он начинает наглеть от этого. Он не будет сразу, какой ты хороший. Он скажет, да, пожалуйста. Я не против. Причем на лекции будет ссылаться, говорит. Олег Геннадьевич говорил, женщина должна быть смиренной, послушной, заботливой, верной. Она должна молчать, когда муж говорит. Жена хотела, чтобы муж лекции послушал. Он послушал. Но она-то захотела, чтобы он знал, как мужчина должен себя вести, да? Потому что она сама послушала лекции и что услышала? Как мужчина должен себя вести, да? И она думает, ну почему бы ему не послушать и узнать, как ему себя вести? А он послушал лекции и узнал что-то другое. Все наоборот. В этом заключается лизать банку с другой стороны. Не пользоваться энергией любви, потому что для того, чтобы ей пользоваться, для этого надо ее отдавать. А это очень тяжело, потому что ты как бы шаг в пропасть делаешь, потому что, ну, не на что рассчитывать в данном случае. Беззаветное означает, что ты не ждешь, когда будет ответ. Возникают две проблемы сразу. Когда человек идет этим путем, так как я иду этим путем, я знаю, что возникают две проблемы. Первая проблема – близкий человек наглеет. Вторая проблема – нет куда брать силы. Человек чувствует, тот он близкому человеку что-то сделал, сил нет. Бескорыстно сделал, сил нет, потому что нет благодарности, нет сил. Почему нет сил? Вопрос. Нет. Бескорыстно, но сил нет. Почему сил нет? А? Потому что ты не понимаешь, откуда силы берутся. Понимаете, мы все как живем? Мы думаем, я сделал бескорыстный поступок. Хорошо, если ты сделал, тогда отвечай за это. Мы не можем отвечать, потому что я сделал бескорыстный поступок и жду назад. Хорошо, если бескорыстный, зачем ты ждешь назад? А потому что мне не хватает силы. Я отдал любовь, нужно назад. Видите, я, оказывается, не солнце, а маленькая искорка, которая нуждается постоянно в энергии любви. И поэтому-то люди и страдают постоянно. Почему они страдают? Потому что я нуждаюсь в энергии любви, а близкий человек, на которого я рассчитывала, мне ее не дает. А я для него все сделала, всю жизнь свою отдала. Именно так женщины действуют. Смотрите, как интересный эгоизм у женщины работает. Женщина эгоистично служит и очень сильно ждет. Видите, ее природа какая? Служить, но с эгоизмом. Вот смотрите, как у мужчины. Мужчина не хочет служить вообще. Гад такой, скотина. Он не хочет служить. Но если он служит, то бескорыстно. Вот если все-таки у него родилось желание служить, то это желание по большему счету бескорыстно. Что тебе подарить, человек мой, да, я тебе, что тебе подарю, может, этот рассвет у меня для тебя невозможного нет. Это мужское сердце так работает, да? Ну да, там все что угодно. Почему? Потому что пробило. Понимаете? Но в основном мужики, они не шевелятся сильно, что-то сделать для жены. Видите, у мужчины эгоизм работает в нежелании служить. А у женщины работает в желании служить, но она не может потом терпеть, если ей не возвращают. У нее нет такой возможности. Допустим, она приготовила покушать мужу, садится напротив него. Но он-то не понимает, что ей надо. Он ест как бы, радуется, что она так ему, так его любит. Он наслаждается, она такая сидит уже такая. Очень серьезно воспринимает ситуацию. Но скотина вообще не понимает, что мне надо сейчас сказать слова благодарности. Видите, по-разному эгоизм работает. Но это тот же самый эгоизм, просто по-разному функционирует. И это замкнутый круг, мои хорошие, здесь нет счастья. Веды сравнивают такую жизнь с темным колодцем, поросшим травой. Почему? Потому что иногда в Индии колодцы покрывались травой. И человек, допустим, путник идет, да, и он бац в этот колодец провалился, а там трава. Вот так, бульк, до свидания. Ни звука не идет, ничего. А ты бултыхаешься в воде, кричишь, а кричать некуда, потому что никто не услышит. Звук отражается от земли. Все, до свидания. Верная смерть. Вот так веды объясняют семейную жизнь людей, которые не понимают, что такое духовная семейная жизнь, что такое любовь чистая, светлая, настоящая. Если они не понимают, как система работает, они никогда не смогут вырваться из этого круга обид, желаний и надежд. Они живут в этом надежде. Не думают, когда же этот человек, наконец-то, будет меня любить. А он не может любить. Он эгоист в природе. Такой же, как и ты. Все одинаково, но и то же все. Выхода нет. И не найти пути из лабиринта. Есть выход, на самом деле, изучать, как должно работать по-настоящему все.